Если бы вы только знали, сколько вопросов мне поступает на каждом моём стриме от подписчиков. Евген, а как тебе новая игра от Гарены? Будешь ли ты в неё играть? Будешь ли её стримить? Самое время ответить на все эти вопросы. Всем привет, братья и сёстры, на связи отец Евген. Здорово, отец. Добро пожаловать на новенький охренительный видеоролик, в котором я постараюсь всем вам максимально подробно ответить на вопросы по игрушке Undo, которая якобы создаётся совместными усилиями от разрабов Free Fire'a и PUBG. И сразу же сходу я дам вам один большой спойлер. Разработчики Free Fire'a, а именно Гарена, к проекту, кадры которого у вас прямо сейчас на экране, не имеют совершенно никакого отношения. Чего, блядь? Точнее, они не имеют отношения к его разработке, а ютуберы, которые на всю свою аудиторию делали все эти вбросы, и якобы Гарена совместно с Tencent занимается разработкой этой игры и готовят её к скорому запуску, это никто иные, как балаболы. Блядь, вот ты нахуй хуйнул бы тебя, бля, просто вот так. Это ютуберы, которые верят абсолютно любой фейковой информации, которые ленятся её проверить, и чуть что, без особого стеснения, сразу же бегут клепать свои говновидосики, направленные исключительно лишь на хайп. Зачем что-то проверять, когда можно хайпануть по бырику и собрать пару лишних тысяч просмотров на горячей теме? В принципе, логично. Окей, давайте со всем этим разберёмся. Undone — это проект, который полностью принадлежит китайской студии Tencent. Это те самые ребята, которые в ответе за PUBG Mobile. И почему кто-то решил приплетнуть сюда Гарену, мне непонятно. Всё, что делает Гарена в данном проекте, это предоставляет сервера для некоторых регионов, конкретно в Азии, так как именно там почти все игровые сервера принадлежат им. Гарена — это лишь издатель, а не разработчик. Теперь давайте постараемся понять, а почему ютуберы появились на все эти вбросы, что игра разрабатывается совместными усилиями Гарены и Тенцента. Если вы прямо сейчас ведёте в гугле название игры, вы вполне вероятно сможете изобрести на один из двух официальных сайтов. Один из них вот — udgarena.com. В самом низу этого сайта вы увидите логотипы Тенцента и Гарены, якобы которые являются разработчиками данного проекта. Второй официальный сайт, который, кстати, указан просто везде, где только можно, это Undone.game. Заходим туда и видим, что здесь в разработчиках указаны только Тенцент, никакой Гарены. Более того, здесь есть все контакты — Facebook, Twitter, YouTube. И там тоже нет ни малейшего упоминания — Гарены. То есть ютуберы, которые делали вбросы, ссылаясь на информацию с сайта издателя, видели логотип Гарены и делали свои выводы. Мол, смотрите, есть логотип, значит они разработчики. Чем они думали и на что рассчитывали, я без понятия. Ну а если вам мало этой информации, то прямо сейчас давайте зайдем на Тап-Тап. Это, для тех, кто слышит о сервисе впервые, этакий китайский Google Play Market или App Store. Находим Undone тут. Вот она. И смотрим, кто является разработчиком данного проекта. Тенцент. Никакого упоминания Гарены. Если и этого вам мало, то давайте найдем версию игры для азиатского региона с логотипом Гарены. Смотрим, кто разработчик тут. Снова видим Тенцент. И тут же мы видим, что Гарена — это всего лишь издатель. Также, порывшись в документах компании, я не нашел никакого официального упоминания проекта Undone. Этой игры просто не числится за разработчиками. И это лишний раз нам доказывает, что вся информация касательно выхода новой игры от Гарены — это просто фейк. Это вброс, направленный на то, чтобы собрать просмотры с доверчивой аудиторией. Гарена. В данном проекте всего лишь издатель. Разработкой этой игры занимается только Тенцент. Это на все 100% только их проект. Что же касается самой игры, буду ли я в нее играть и тем более стримить? Думаю, что нет, потому что не являюсь каким-то фанатом подобных игр. Если вы посмотрите на геймплей, который прямо сейчас есть в сети, то вы увидите огромнейшее сходство данной игры с другим, не менее популярным проектом — Life After. Они очень сильно похожи внешне. Единственное, наверное, отличие этих двух игр — это графика и проработка окружающего мира. Ну и, конечно же, его величина. Мир Ван Доун безумно огромный и красивый. Но играть в нее только ради этого лично мне не хочется. В любом случае, когда игра зарелизится у нас в стране и будет доступна для скачки, я ее обязательно посмотрю. Возможно, мое мнение о ней изменится. Все-таки игра находится в данный момент в разработке. Она дорабатывается и ежедневно улучшается. И кто знает, может быть, к моменту выхода она будет настолько классно проработана, что я буду не против в нее залипнуть. Как говорится, поживем, увидим. Я очень надеюсь, что ответил на все ваши вопросы касательно данного проекта и внес какую-то ясность касательно самой игры. Многие ютуберы не проверили официальную информацию, поспешили сделать какие-то странные выводы и пошли вбрасывать информацию своей аудитории. Осознанно или нет это все было сделано, я не знаю. И я ни в коем случае никого не осуждаю за это. Я лишь хочу сказать, что информацию перед ее выкладкой в сеть нужно тщательно проверять, чтобы потом не приходилось ставить себя в неловкое положение и искать отмазки. На этом у меня, ребята, сегодня все. Обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу всего этого. И ждете ли вы сами данный проект? Будете вы в него играть или не будете? И, конечно же, хотите ли вы увидеть данную игрушку на моем канале? Мне будет очень интересно прочесть ваше мнение. Также, ребят, не забудьте поддержать данный видеоролик своим отцовским царским лайкусиком. И подписочкой на канал, если до сих пор на него не подписаны. С вами был отец Евген. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok